Всем привет! Меня зовут Алина. Вы на канале «Читать нельзя сжигать» и в этом ролике будет очень много книг. Серьезно, уже не знаю, как размещать их на полках. Полки давно просят пощады. Если вы не любитель захламлять квартиру бумажными книгами, как это делаю я, то обратите ваше внимание на сервис электронных и аудиокниг «Строки». В «Строках» вы найдете книги и журналы, аудиокниги и подкасты. Кстати, все подкасты можно слушать бесплатно. А самое главное, что есть в «Строках» — это два раздела эксклюзивного контента, которого нет в других сервисах. В разделе «Эксклюзивы» — книги, на которые у «Строк» есть эксклюзивные права. А в разделе «Оригиналс» — книги и подкасты, выпущенные издательством «Строк». В разделе «Оригиналс» мое внимание привлек роман лауреата Нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразака Гурны «Рай». Это история становления личности 13-летнего африканского мальчика, проданного собственным отцом в рабство в счет уплаты долгов. Герою предстоит работать в лавке его нового хозяина, окруженной запретным райским садом, и кочевать вместе с торговым караваном через всю Африку. В разделе «Эксклюзивы» тоже много интересного. Например, свежий роман Ислама Ханепаева «Большая суета». Новогодняя история от полюбившегося мне автора. Притча о добре и зле. Группа обычных людей тут будет пытаться отстоять самый высокий в Европе бук, растущий в Махачкале, который должны срубить для того, чтобы позже на его месте построить очередной офисный центр. Я уже начала слушать эту книгу в аудио начитке, так что присоединяйтесь, обсудим. Если вы не можете выбрать, что почитать, на помощь приходят тематические подборки. Особого внимания, на мой взгляд, заслуживает подборка «Читает автор». Тут можно услышать голоса Ленор Горалек, Дины Рубиной, Марины Степновой, Яны Вагнер и других. Приложение сервиса красиво оформлено в современном стиле, так что пользоваться им удобно и приятно. Вы можете выбрать подходящую вам подписку в зависимости от того, как много вы читаете. Чуть-чуть, много или больше всех. Также можно покупать книги поштучно. По моему промокоду вы можете целый месяц бесплатно пользоваться сервисом и оценить все его плюсы самостоятельно, потому что всегда лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Примокод даст вам доступ к подписке много. Ссылочку оставлю для вас в инфобоксе, друзья. Так что скачивайте приложение и приятного вам чтения. Переходим к моим книжным покупкам, которые в этот раз совсем и не книжные покупки. В основном здесь будут книги от издательств, за исключением парочки книг. Давайте с них и начнем. Итак, первая покупка, которая меня очень сильно порадовала, это «Слепота» от Жозе Сарамага. Недавно, кстати, читала роман «Мадам Хаят» турецкого писателя Ахмед Алтаны. И там главные герои обсуждали одну повесть Жозе Сарамага, которую на русский даже не переводили. Мне так сильно захотелось ее прочитать, но увы. Зато я вспомнила о том, что Сарамага у меня давно на карандаше, с автором я не знакома. И я стала смотреть, что в принципе могу купить. И оказалось, что именно в этот момент в Озоне, причем именно для, видимо, нашего Краснодарского региона, эта книга была в доступе. Да, стоила она неприлично дорого, учитывая ее изначальную цену, я уверена. Но, тем не менее, я очень рада, что она у меня появилась. Начнем с того, что Жозе Сарамага — это крупнейший современный португальский писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе. И именно «Слепота» — один из самых известных его романов, позже экранизированный. Речь здесь пойдет о странной эпидемии слепоты. Власти страны для того, чтобы сдержать эту эпидемию, переселяют всех заболевших на строгий карантин в какую-то загородную больницу. Главные герои этого романа — врач-окулист, который не смог уберечься от болезни, и его жена, которая имитирует слепоту для того, чтобы оставаться вместе с мужем. Экранизацию я не смотрела и до прочтения книги точно не собираюсь. Есть, по-моему, у нее и продолжение. Называется «Роман про зрение». Его еще некоторое время назад можно было спокойно найти. Сейчас, по-моему, этой книги уже тоже нет в продаже. Сначала прочитаю эту, а там будет видно. Еще одна покупка — это книга, которая у меня на полках уже есть, и она даже уже прочитана. Это «112263» от Стивена Кинга. Эта книга у меня есть в издании «Темная башня», но так как это один из моих самых любимых романов Стивена Кинга, входит в топ-5, наверное, даже в топ-3, мне захотелось его все-таки вот в этом таком более весомом, что ли, варианте заиметь на своей полочке. Вообще, у меня нет желания собрать все книги автора в одной серии. Стивен Кинг у меня в четырех или в пяти сериях присутствует на полках. Но все-таки некоторые любимые книги, может быть, таких штук пять опять же наберется, мне хотелось бы пересобрать именно в этой серии, потому что, ну, очень уж она мне нравится. На «112263» у меня на канале был подробный отзыв. Эта книга также входила у меня в топ прочитанного позапрошлого, кажется, года. Вы наверняка все знаете, о чем она. Она о перемещениях во времени, о попытке одного американского школьного учителя предотвратить смерть Кеннеди в надежде на то, что мир будет совсем другим, если Кеннеди не убьют. Но эта книга не только о политике и не только о перемещениях во времени, она о жизни, она о людях, она о любви, она о дружбе, она о годах юности. И для меня она в первую очередь, это самая мурашечная здесь тема, она о ностальгии, о других временах, когда было, знаете, меньше гаджетов, меньше девайсов, когда люди жили более такую насыщенную живую жизнь, да, и трава была зеленее, вот это вот все. И мне кажется, Стивену Кенгу здесь это отлично удалось. Так что в очередной раз просто рекомендую вам этот роман. Да, местами, может быть, где-то что-то просаживается, может быть, где-то чуть больше американской политики, чем вам хотелось бы. Но за те моменты, которые здесь есть, и за невообразимо прекрасный, красивый финал, один из лучших финалов Кинга, и вообще один из моих любимых финалов в развлекательной литературе, вот ради этого книгу точно стоит читать, и читать ее обязательно до конца. На этом покупки взрослых книг у меня закончились. Ну, а если серьезно, я прикупила еще несколько детских. Вот такую вам покажу книжулю. Единственный ее минус, это то, что внутри нас встречают черно-белые иллюстрации. Капхед это просто восхитительно. Это компьютерная игра, в дальнейшем и комиксы, и книги, которые были нарисованы в стилистике старого Диснея. При этом здесь больше чудинки, здесь больше какой-то сумасшедшинки. Мне игра безумно нравится своим визуалом, и Дина тоже очень сильно полюбила Капхед. Да, я чуть не забыла, есть прекрасные мультики, посвященные этим героям и этому миру. Мультики мы вообще с огромным удовольствием смотрим все вместе, всей семьей. И вот я увидела, что есть такие книги. Их уже не менее двух, может быть больше, но все они, к сожалению, с черно-белыми иллюстрациями. Есть еще, конечно, какой-то арт-бук по вселенной, но арт-буки я так не особо уважаю. Наверное, я уже присытилась всем этим, и для меня на сегодняшний день арт-буки больше захламляют полки. Но вернемся к Капхед. Капхед, это именно истории, истории для детей. Но я видела также в комментариях, что и некоторые взрослые, возможно, молодые взрослые брали себе эти книги, и в целом читали их, ну, не без удовольствия. Хотя, конечно, как я посмотрела, истории все-таки скорее детские, но рассчитаны не на самый ранний возраст. Наверное, как раз лет с 8 минимум, и лет до 12-14, думаю, детям будет интересно. Как видите, здесь много текста. Это не тот случай, когда одни картинки и небольшие подписи. Это полноценная большая история, чего нет ни в игре, ни в мультфильме. Там все-таки намного меньше событий, намного меньше диалогов. На Чернильных островах настал особенный день. Сегодня не только день рождения Старого Чайника. В город приезжает карнавал. Братья и лучшие друзья Чашек и Кружек отправляются на поиски подарка для обожаемого наставника. А в этом им поможет верная подруга Мисс Чаша. Несмотря на предупреждение Старого Чайника, что на карнавале полно лжецов и воров, наше трио все равно прямиком отправляется туда. Также аннотация обещает нам встречу главных героев с русалкой-сиреной, хитроумным джинном и просоленным пиратом-капитаном с соленой бородой. Еще мы с Диной решили продолжить собирать все-таки на полках книги Виктории Лидерман, которые она уже неплохо знает чуть ли не наизусть, потому что постоянно слушает их в аудиоформате. Некоторые книги богато иллюстрированы, и тем более хочется на полках заиметь. Вот такую книжечку мы купили. Это «Кашкология и котоведение» Тимы Усатова. Эта история посвящена скорее более младшему школьному возрасту, наверное, для первых классов. История о том, как мальчик и его семья переезжают в новую квартиру и обнаруживают там кота, в которого мальчик вцепляется просто всеми конечностями, говорит, что никому не отдаст. Примерно так. Я слышала краем уха, сейчас Дина читает эту книгу. Сама уже дочитывает без моего контроля, и с огромным удовольствием ей очень нравятся иллюстрации. Здорово то, что тут Виктория Лидерман поднимает и какие-то важные общие вопросы, взаимоотношения в семье. Например, старший брат хочет собаку, младший брат хочет кота, и они не могут получить то и другое. Также взаимоотношения с родителями, попытки найти как-то общий язык, прийти к каким-то компромиссам. Также автор здесь рассказывает чуть больше о кошках, несколько интересных фактов. Главный герой ведет свои заметки, местами он ставит такие необычные эксперименты, пытаясь подражать коту. Например, он хочет понять на собственной шкуре, в буквальном смысле, прочувствовать, каково это быть котом. Поэтому он надевает мамину дорогую шубу, и дальше все чуть ли не кончается очень-очень плохо. Книга классная на свой возраст, вообще замечательная. Так что, если у вас дети сходного возраста, я думаю, лет от шести уже для совместного чтения будет отлично. Дина, конечно, о своих впечатлениях скоро расскажет. А еще издательство «Аквилегия М», которое как раз выпустило эту книгу, прислало нам с Диной на обзор еще одну, как видите, книги сходного формата. У них один иллюстратор, вот эта чуть-чуть потолще, здесь больше событий. И Дина вот эту любит даже больше, называется она «Питомец Гешка». Это вообще у Дины самая любимая книга Виктории Лидерман, пожалуй. Опять же, рассчитана на возраст лет от шести. Здесь главный герой, мальчик Гешка, да и многие его одноклассники, сверстники, относятся к животным не как к братьям нашим меньшим, а как к живой игрушке. Оборачивается все это довольно плачевно для Гешки, очень интересно для читателя. Гешка и питомцы меняются местами. Как, в общем-то, можно догадаться, глядя на обложку. Книга богато иллюстрирована, очень много таких приятных и по гамме, и по форме красивых иллюстраций. Сегодня дочитаем Тиму Усатова и сразу возьмемся за питомца Гешку. На этом, как видите, мы плавно перешли от книг, купленных к книгам, полученным на обзор. И давайте посмотрим, какие книги мне прислало любимейшее издательство «Поляндрия». Во-первых, это «Подписчики». Смотрите, довольно толстенькая книга, как для «Поляндрии». Я такие у них редко беру. Автор Меган Анджела. И про эту книгу очень здорово рассказала Рита с канала «Margo and Red». И в целом, когда она ее читала, она постоянно мне в личку писала о том, какая это классная книжка, насколько ей интересно. Я читала у «Поляндрии» добрых соседей, которые произвели на меня такой же вот вау-эффект, именно в том плане, что от книги было совершенно не оторваться. Поэтому есть такой кредит доверия к этому направлению «Поляндрии» тоже. Главные героини этой книги – две подруги, которые жаждут славы и знаменитости. И самый простой, наверное, удобный способ ее добиться – это стать блогерами. И у них все начинает получаться. Число подписчиков растет с каждым днем. Но в итоге сейчас очень актуальное будет. Однажды все рушится. В работе интернета по всей стране происходит технологический коллапс. У кого-то в работе интернета, у кого-то в монетизации Ютуба. Но в целом, очень-очень близкая сейчас ситуация. Много лет спустя в искусственно созданном городе-созвездии – уже интересно про искусственно созданный город – героиня популярного реалити-шоу осознает, что вся ее жизнь – иллюзия и обман избегает из идеального мира, где все подчинено рейтингам. Это мне, кстати, напомнило шоу Трумана. Если вы не смотрели шоу Трумана, бросайте все, бегите и смотрите. Примерно как это было и в шоу Трумана, этот роман показывает нам один из возможных вариантов развития событий, учитывая человечество, так сильно увлеченное технологическим прогрессом и социальными сетями. В шоу Трумана там больше была ставка на телевидение, здесь на социальные сети, но разница, как видите, небольшая. Не знаю, конечно, в чем там дальше будет разгадка и как вообще человечество дошло до жизни такой, но мне кажется, это будет что-то в духе антиутопии. Причем, знаете, антиутопия – это обычно что-то, что насаждается людям сверху, каким-то злобным, коварным правительством. А вот когда люди сами своими собственными силами абсолютно добровольно строят вокруг себя антиутопию, вот это интересно. Посмотрим, права я окажусь или нет. Еще одна книга от Поляндрии, пока даже не сняла с нее пленку, это роман «Дельфины де Виган. Дети всегда правы». Роман, кстати, на сходную тему, потому что и там, и тут речь пойдет об инфлюенсерах. Только здесь пойдет речь о детях, о братьях и сестре, звездах YouTube-канала. Изначально это был блог о разных товарах и распаковках, но постепенно он превратился в настоящее реалити-шоу из жизни одной семьи. И на этих детей устремлены взгляды миллионов людей. Их мать Мелани кажется абсолютно счастливой женщиной. Блог постоянно растет, приносит все больше новых подписчиков, появляются рекламодатели, и вот постепенно семья выходит на миллионный доход. Но однажды ее дочь Кимми исчезает при таинственных обстоятельствах. Из-за расследования этого дела берется Клара Руссель. Она работает в полиции, любит порядок, точность и факты. Теперь ей предстоит приоткрыть завесу мира блогеров. Звучит жутковато. Я думаю, что именно вот эта детская блогерская тема тоже интересна, потому что тема довольно болезненная, на которую можно смотреть совершенно разных углов. С одной стороны, это какая-то немножко детская эксплуатация, потому что все, кто хоть раз снимал любой ролик, понимают, насколько это трудозатратный процесс. И как бы дети не улыбались, не бегали, не выглядели счастливыми, это работает настоящая большая работа. Да, здесь я много могу говорить, но, наверное, я придержу все свои основные мысли уже до момента прочитанного. Для меня эта книга будет довольно личной. И я уверена, что эта книга мне даст еще дополнительные какие-то темы для размышления. В общем, посмотрим. Я думаю, что это будет как минимум сюжетно очень интересно. Последняя книга от Поляндрии – это «Снег, собака, нога» от Клаудио Марандини. Эту книгу мне порекомендовала зрительница, причем очень интересным образом. Она сказала, что мой ролик о Поляндрии, ролик именно посвященный издательству, очень ее заинтересовал, и она познакомилась с издательством именно благодаря мне. Но познакомилась не с одной из тех книг, которые я рекомендовала, а выбрала что-то на свой вкус, вот эту. И книга ей очень сильно понравилась. Я решила, что это довольно интересный круговорот. Человек благодаря мне заинтересовался издательством, и я благодаря человеку прочитаю конкретно эту книгу. Почему бы и нет? Анотация описывает это небольшое произведение как фантасмагоричную книгу о жизни и смерти. История о том, как человек пытается защитить себя от сурового мира, но все равно ввергает сознание в хаос. В высокогорной долине живет одинокий угрюмый старик, привыкший к одиночеству. Но он уже очень стар, его начинает подводить память, и он оказывается в плену собственных галлюцинаций. Однажды к нему приходит старый пес и достает его расспросами, а потом из-под снега появляется нога, готовая поведать свою историю. Главный герой должен будет разобраться, не совершил ли он когда-то в прошлом преступление, о котором забыл. Я думаю, что это будет что-то такое притчевое, лиричное, красивое, запоминающееся, как часто бывает у Поляндрии. В малом объеме очень много эмоций для читателя и очень много впечатлений. Вообще, кстати, я планировала как-нибудь сделать ролик о тонких книгах, которые можно прочитать буквально за один присест, можно прочитать за один вечер, но которые при этом очень много тебе дают. Дают тебе столько, сколько не дает иной 500-страничный роман. Сама я еще буквально пару лет назад игнорировала тонкие книги, уж тем более не любила их покупать, тратить на них примерно те же деньги, потому что, как вы понимаете, цена не из толщины произведения складывается совершенно. Мне все это как-то было не близко, я все это пропускала. И вот именно с моей вспыхнувшей любви к Поляндрии у меня появилось больше интереса к таким книгам. Сейчас я их читаю намного чаще и понимаю, насколько я была раньше не права. Так что, конечно, ролик о подобных книгах хотелось бы сделать, но мне кажется, что он будет процентов на 80 состоять именно из книг Поляндрии. Эту книгу очень сильно хочется показать. Как мне сказала менеджер издательства Юля, эта книга будет интересна даже для взрослого, потому что местами она очень-очень веселая. Я вообще люблю детскую литературу, которая, знаете, и со смыслом, и с юмором. На мой взгляд, нет ничего более ужасного в литературе, нежели скучные детские книги. Вот это, судя по всему, то, что нужно. Называется книга «Волки из Шубари Холла», автор Люсинда Гифорд, она же иллюстратор. А иллюстрации здесь очень-очень милые, такие в своем необычном стиле, привлекающие внимание. И опять же, вот единственный минус, который могу сразу назвать, иллюстрации черно-белые. Вот в данном случае, в отличие от Капхеда, иллюстрации и в черно-белом варианте смотрятся очень стильно и классно. Но все-таки было бы еще лучше, если бы они были в цвете, конечно. Давайте посмотрим. С первого же разворота нас встречает вот такое фамильное древо Макволкусов. Да, это такой современный стиль, когда детская литература состоит и из текста, и из картинок. И местами картинки очень хорошо этот текст дополняют. Есть и вот такие вот рисунки в полный разворот. Бумага здесь как раз это моя любимая, кремовая, плотная, которую используют все мои любимые издательства. Так что книга, несмотря на отсутствие, наверное, какой-то особой красочности, все равно воспринимается очень стильно и классно. О чем эта история? Как мне показалось по аннотации, это когда-то там были волки на минималках. Здесь нам покажут целое семейство волков. Это привередливый волк Борис, его отец Рэндалл, эрудит и полиглот, и мама Леонора, в совершенстве овладевшая искусством радушно улыбаться. Они уже готовы к поездке на родину предков, в Шотландию. Но готова ли Шотландия к шубере? Вот что спрашивает у нас аннотация. Судя по всему, тот еще будет шум и гам и тарарам. Надеюсь, что Дине понравится, потому что я практически уверена, что мне точно. Об этой книге слишком много говорить не буду. Как видите, это книжка-малышка. Это книга, наверное, на более ранний детский возраст рассчитанная, но мне очень понравилась по иллюстрации. Да, текста здесь немного, но в целом история довольно важная и нужная. Это история девочки-викинга, которая не хочет быть девочкой-викингом. Ей не нравятся вот эти колечки, которые нужно каждый день укладывать из своих волос. Так книга и называется. Дагфрид, девочка без завитушек над ушами. В общем, попытка найти себя, попытка, видимо, противостоять какому-то давлению общества. Во всяком случае, я предполагаю, что книга будет об этом. Да, мы ее очень быстро прочитаем. Меня еще порадовало то, что здесь очень крупный шрифт, удобный для детских глаз. Конечно, когда шрифт такой крупный, ребенок читает страницу очень быстро и радуется своим успехом. И книга очень быстро продвигается. Так что, да, тоже обратите внимание, для первого чтения, я думаю, что для девочек это будет особенно интересно. Такая необычная, немножко угрюмая, мрачная героиня, несогласная с навязываемыми ей стереотипами. Это всегда нужно и полезно. Теперь давайте посмотрим две книги от Popcorn Books. Впервые с ними сотрудничаю. И, кажется, никогда из их книг даже ничего не читала. Как-то так сложилось. В целом издательство издает очень нужные и важные книги, конечно, но, наверное, не совсем они в зоне моих интересов. Особенно, когда приходится выбирать, когда выбор такой большой. Тем не менее, две книги этого издательства я давно заприметила. И когда Popcorn написали, мне предложили посотрудничать, я сразу эти две книги попросила. Во-первых, это «Кожа» от Евгении Некрасовой. Пока еще не знакома с автором, хотя у нее есть, наверное, чуть более популярные работы. Это «Сестра-мам», «Калечина-малечина». На Буктюбе на том же много говорили об этих книгах. Я все пока собираюсь как-нибудь до них доползти, но начну явно с кожи. Мне очень нравится обложка. Можно я разочек тоже так скажу? Обложка просто обалденная. Именно она привлекла мое внимание. Это совершенно сумасшедшее хтоническое существо. Вот эти вот блестящие звезды. Книга производит приятные впечатления. Итак, аннотация здесь совершенно крышесносная. Здесь речь пойдет о двух героинях, живущих на разных континентах, но имеющих сходную судьбу. Домна – русская крепостная, а Хоуп – чернокожая рабыня на американских плантациях. Однако их судьбы невероятным образом пересекаются и, встречая друг друга, они понимают, что могут буквально обменяться кожей. Многочисленные отзывы, как восхищенные, так и не очень, обещают здесь весьма натуралистичный магический реализм в духе старой школы, в духе самых первых работ подобного плана. Еще отмечают, что книга написана довольно сложно, у автора свой специфический стиль. В книгу надо вчитаться, она может так вот сразу не принять, но потом этот стиль приносит дополнительные удовольствия. Надеюсь, что со мной все так и сложится. Книгу планирую взять на относительно ближайшее прочтение. Еще одна книга от Попкорна – это новый роман Саяки Мурата, который называется «Земляноиды». Саяка Мурата широко известна на том же Буктюбе благодаря своей первой работе «Человек-комбини». Я пока эту книгу так и не прочитала, начну вот с этой новенькой. Здесь речь пойдет о маленькой японской девочке с очень богатым воображением. Она может быть ведьмой или пришельцем с другой планеты. Вместе со своим двоюродным братом она проводит лето в диких горах Нагана, и там они мечтают о других мирах. Но потом череда событий угрожает разделить детей навсегда, и они дают обещание выжить, несмотря ни на что. Но в основном, я так понимаю, история будет написана уже о взрослых людях, и будут какие-то небольшие флэшбеки в детство. Нагана выросла, ведет спокойную жизнь с мужем и старается выжить, притворяясь нормальной. Ее закидывают вопросами, почему она до сих пор не беременна и так далее. Тоже, мне кажется, довольно актуальная вещь не только для Японии, но и для России, потому что что там, что тут, до сих пор еще живо и живее всех живых. Поколение, которое сменяется новым поколением, ведущим себя также, считающее, что имеет полное право лезть в жизнь родных и близких, и даже просто знакомых людей, задавать личные вопросы, нарушать границы и так далее и тому подобное. Надеюсь, книга действительно об этом. Я сейчас вас не обманываю. В любом случае, думаю, это будет интересно. Сейчас покажу вам три книги от издательства «Городец». У нас произошло небольшое недопонимание с издательством, и они мне выслали книги, которые я не просила. Но в итоге, когда я распаковала посылку, я поняла, что расстраиваться не стоит. Вообще, все три книги мне потенциально интересны. А сама я бы их, наверное, сейчас не взяла, но только потому, что у меня и так очень загруженный график чтения. Очень много книг от издательства, которые нужно прочитать. Тем не менее, с большим удовольствием вам покажу эти новинки издательства. Одна так меня действительно очень сильно заинтересовала. Здесь две новые книги в скандинавской линии. Книги выполнены в мягких обложках, но здесь белая хорошая бумага, так что, да, книжки тоже очень приятно лежат в руке. Это контейнер, триллер, детектив, в котором главная героиня, полицейский, будет расследовать дело. Найден труп женщины, он найден в контейнере. И, если я правильно поняла, женщина была именно утоплена в этом контейнере. Я уже прослушала ознакомительный фрагмент примерно 30-40 минут. Не могу сказать, что само детективное дело, завязка, как-то интригует. Но книга очень хорошо написана, и если бы это была не жанровая литература, если бы это был просто какой-то современный роман, это был бы очень достойный уровень повествования. Так что я надеюсь, что линия, посвященная личности главной героини, окажется тоже очень интересной. Она отказалась от своего сына много лет назад, а сейчас его судят, и она думает, как она может попытаться ему помочь. Думаю, это может оказаться очень интересным. Как минимум, повторюсь, написано хорошо. Еще одна книга, которую я пока не пробовала, это Ян Хьярстат «Знаки любви». Вот здесь аннотация на мой вкус поинтереснее. Как я понимаю, это уже не триллер, не детектив. Это история большой любви. Мир Сосилии, дизайнера шрифтов из Осло, состоит из печатных знаков. Еще ребенком в гранитной мастерской деда она твердо усвоила, не стоит недооценивать силу букв. Она уверена, что вот-вот создаст совершенный шрифт, способный творить чудеса. Но, как спрашивает нас аннотация, помогут ли буквы вернуть к жизни любимому? То есть, история любви и потери. И, кроме того, такой своеобразный, тоже должен быть интересный мир дизайнера шрифтов. Ну и последняя книга от Градца, которая меня действительно очень порадовала. Я, кстати, даже не видела и не слышала, что они ее издали. Это роман-обманщик от автора Исаака Башевиса Зингера. У меня от него уже стоит на полках Шоша, но пока еще не прочитала. Чем этот автор интересен? Он лауреат Нобелевской премии, причем единственный автор, пишущий на идиши, который эту премию получил. Анотация здесь очень сложно сочиненная. События будут происходить в Америке 40-х годов в самый разгар Второй мировой войны. Главный герой Герц Минскер самостийный гибрид философа-экзистенциалиста, религиозного мыслителя и теоретика психоанализа, отвергающий все категории в пользу того, что он именует исследованием человека, мешанины из размышления о человечестве и его устремлениях. Однако главный герой не может совершить ни одну из значительных книг, и вообще в узких кругах его считают таким гениальным неудачником, потому что человек очень умный, талантливый, явно на что-то способный, но пока ничего не достигший. Окружают его люди не менее заблудшие. Лучший друг-бизнесмен, часто оказывающий ему финансовую поддержку, жена этого бизнесмена, поэтесса-графоманка, жаждущая пробиться в мире литературы на идиши, пиритка-домохозяйка, которая ради Минскера устраивает фальшивые сеансы, и его жена, живущая в постоянной депрессии от того, что оставила в Польше мужа и детей, и сбежала с герцем в Америку. Роман, как видите, по объему довольно небольшой, но, судя по аннотации, будет очень насыщен персонажами, событиями, какими-то драматическими поворотами, так что, опять же, от книги высокие ожидания. Ну и последние две книжки, которые я вам покажу, это две книги, которые я получила от Азбуки, одну для себя, одну для Динки, вот эту для себя. Это Борис Виан и его роман «Пена дней», который я до сих пор не читала, экранизацию тоже не видела, так что с большим удовольствием закрою этот пробел. Мне, кстати говоря, понравилось это издание. Смотрите, вот такая вот манжета снимается. С ней тоже было ничего так, но без нее, мне кажется, еще лучше. Прекрасные такие синие, завлекательные цветочки. Мне кажется, что это сделано нейросетью. Если вы тоже балуетесь этим делом, и если у вас глаз тоже уже наметан, посмотрите, как считаете, нейросеть или нет. Я на 99% уверена, что да. «Пена дней» — это сюрреалистическая фантасмагория, высокая трагедия и комический танец под куполом. Простая история любви, в которой на каждом шагу происходит взрыв света и чувств, абсурдный и ослепительный, и которая до сих пор продолжает продаваться во всем мире миллионными тиражами. Как говорится, очень интересно, но ничего не понятно, так что скоро, буквально в самое ближайшее время, прочитаю эту книгу, и надеюсь, что смогу все-таки пару слов вам сказать и о сюжете, и о тематике этой книги, в общем, не только о том, что она такая вся фантасмагоричная, красивая и загадочная. И последняя книга, да, номинально книга детская, но мне кажется, что родители от таких изданий приходят в не меньший восторг, может, даже и в больший, потому что в нашем детстве такого, вот прям вот такого не было, а детей сегодня уже ничем не удивишь. Сказка о золотом петушке Александра нашего Сергеевича Пушкина. Я в детстве Пушкина очень любила, мы его с мамой читали чуть ли не каждый день. Дина тоже основные сказки знает, но, наверное, такой жгучей любовью к нему не воспылала. И вот это издание однозначно пробудило больше. Интересно, мы книжку уже, конечно, прочитали, тут читать-то нечего, минут 15 максимум, со всеми обсуждениями неизвестных слов и поступков. Мне, кстати, эта книга понравилась тем, что сразу после прочтения мы с Диной прям-таки обсудили мораль, обсудили все поступки персонажей, стоило ли делать так, в чем царь был неправ. Вот эти мы хороши, наверное, сказки Пушкина, в них действительно можно копаться, можно пытаться найти какие-то свои взгляды, это здорово. Издание, конечно, очень классное, увеличенный формат, художник Владимир Нинов, художник интересный. Единственное, что мне немножко этот стиль кажется таким, как будто картинку растянули чуть выше положенного, и как будто бы пиксели полезли. Но мне кажется, что дело не в этом, как будто бы это просто действительно такой стиль, вот даже сложно понять. Но в целом здорово, здорово сделано, мы с Диной с удовольствием прочитали и сразу договорились, что будем перечитывать, потому что текст Пушкина, как и текст Ичуковского, это, конечно, песня для ребенка, это то, что нужно не один раз прочитать для общего развития, это то, что нужно слушать постоянно. Мне кажется, это такой ключ. Вот знаете, как бывает насмотренность в хорошей иллюстрации и вот такая вот наслушанность, наслышанность в ритмике какой-то, в том, что такое хороший текст, что такое плохой текст. Вот это понимание хорошего текста, оно из детства, оно из Пушкина, из Ичуковского, на мой взгляд. На этом, ребята, будем заканчивать. Я надеюсь, вас сегодня не отпугнуло такое большое количество детской литературы. Дело в том, что длинная часть моей аудитории это ребята того возраста, в котором обычно есть дети. Я ни в коем случае не навязываю, что дети это обязательное приложение к человеку 27-40 лет, но все-таки подозреваю, что у большинства из вас они есть. Поэтому надеюсь, что мои рассказы о детских книгах, они действительно вам нужны и полезны. Ну и, конечно, взрослых книг тоже было много. Пишите обязательно в комментариях, какие книги вас наиболее заинтересовали, за что схватиться в первую очередь. В прошлый раз у вас спрашивала о том же и действительно взяла на первое прочтение то, что вы посоветовали. О чем-то уже рассказала, о чем-то расскажу в ближайшем прочитанном. Так что эта фишка работает. Не считайте это простым таким байтом на комментарии, хотя, конечно, доля этого есть, кого я пытаюсь обмануть. Тем не менее, буду рада услышать, какие из этих книг показались вам самыми заманчивыми и интригующими. Скоро мы с вами уже увидимся, поговорим о прочитанном, и будет еще много интересных роликов. Где-то 8 марта будет распаковка трех посылок. В общем, подписывайтесь на канал, если вы еще нет. Буду рада новым подписчикам, вашим комментариям. Спасибо за лайки. Всем пока!